На первом месте в их так называемых благах всегда стоял газ, а сейчас его у них нет, даже по заоблачной цене. И как всегда в таких волчьих стаях происходит, там сейчас ищут виновного во всех этих бедах. А знаете, кто помог Евросоюзу в этом нелегком деле? Наш президент Владимир Путин. Он указал всему западному миру, с кого им нужно в первую очередь снимать скальп за все их беды и неудачи. Причем сделал это красиво. Нынешних трансатлантических солидарников может снести протестная волна замерзших немцев, поляков, французов и так далее. Путин им указал, на кого должен быть направлен их праведный гнев. Короче, подставил Шольца. Раньше миром управляли умные. Это было жестоко. Умные заставляли тупых учиться. Тупым было тяжело. Теперь миром управляют тупые. Это честно, потому что тупых гораздо больше. Теперь умные учатся говорить так, чтобы тупым было понятно. Если тупой что-то не понял, это умного проблема. Раньше страдали тупые, теперь страдают умные. Страданий стало меньше, потому что умных становится все меньше и меньше. Ты же бесстрашный человек. У тебя страх был, вот первые минуты началось. Что ты ощутил? Какие эмоции были? Ну, я честно могу сказать, только лишь человек психически больной не имеет чувства страха. Логично. Страха не было. Но ты даешь. Ну, я понял, что я слегка. Да, я хорошо. Я слегка. Легко. Я слегка. Я слегка. Я слегка. И я не знаю, что это не я, это не я, это не я, это не я, это президент Трумп. Продолжение следует...